Всем привет! Тема нашего сегодняшнего выпуска закрытие ООО. Если вы решили закрыть свою компанию, в частности, общество с ограниченной ответственностью, вам необходимо соблюсти ряд процедур. В частности, участники должны предпринять необходимые меры для того, чтобы закрыть общество с ограниченной ответственностью, установленной законом порядки. Перед тем, как начать ликвидацию, первое, что необходимо сделать, это осуществить сверку с бюджетом. Если есть задолженность перед бюджетом, то вы не сможете закрыть свою компанию в установленном законом порядке. Необходимо выявить наличие задолженности по уплаченным налогам, страховым взносам, штрафам, иным сборам. Кроме того, необходимо выявить наличие сданной или не сданной отчетности, что также может повлечь за собой наличие штрафов, если она не была вовремя сдана, и после уплаты штрафов сделать финальную сверку и установить, есть или нет у вас задолженности перед бюджетом. С бюджетом все понятно, но нередко бывает, что мы должны коммерческим организациям или иным контрагентам, с которыми осуществляли деятельность в процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО. Если есть задолженность перед контрагентами, то здесь ситуация следующая. Мы можем начать процедуру ликвидации и осуществлять ее до тех пор, пока в период уведомления срока кредиторов двухмесячного о том, что компания находится в стадии ликвидации, кто-либо из ваших кредиторов не заявит свое несогласие с вашей ликвидацией. В данном случае при получении несогласия нам необходимо будет продолжить ликвидацию в судебном порядке, то есть подавать на банкротство. Но это уже другая тема. Итак, остановимся на том, что мы сделали сверку, мы не должны бюджету, мы не должны контрагентам, соответственно, осуществляем ликвидацию в добровольном порядке. Первое, с чего необходимо начать участникам, это принять решение о начале процедуры ликвидации и о назначении ликвидатора. Данное решение вместе с уведомлением по форме 15.201 подается в регистрирующий орган. Заявителем при данном виде регистрации является ликвидатор. На пятый рабочий день мы получаем лист записи о том, что компания находится в стадии ликвидации. После чего мы можем сформировать заявку в журнал «Вестник государственной регистрации». С момента выхода журнала в печать с сообщением о том, что наша компания находится в стадии ликвидации, у нас начинает течь двухмесячный срок уведомления кредиторов. По истечению этого срока мы можем формировать промежуточный ликвидационный баланс. На данном этапе участники, опять же, собираются и утверждают промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс – это текущий баланс организации, который показывает кредиторскую и дебюторскую задолженность на момент истечения срока уведомления кредиторов. Предполагается, что если у нас есть кредиторы, они уже уведомлены и включены объемы задолженности в данный баланс. Значит, данный баланс, повторюсь, утверждается всеми участниками общества, либо единственным участником, и подается в регистрирующий орган вместе с решением о его утверждении по форме 15-201. Заявителем при данном виде регистрации является также ликвидатор, который был назначен участниками ранее на первом этапе. На пятый рабочий день также мы получаем лист записи об утверждении данного баланса промежуточного. Все, у нас финишный этап ликвидации. Мы готовимся к завершению ликвидации. Я рекомендую на этом этапе сделать финальную сверку. То есть нам необходимо свериться с налоговой, потому что нередко бывает, что выявляются какие-то расхождения, которые не были выявлены ранее. И с пенсионным фондом обязательно. Если компания более трех лет на рынке существует, соответственно, администрирование до 2018 года по страховым взносам было в пенсионном фонде. И могут быть сведения, которые не были переданы в налоговую инспекцию и зависли в пенсионном фонде. При ликвидации мы можем получить отказ именно по задолженности перед пенсионным фондом, либо о незданных сведениях в пенсионный фонд. Поэтому перед финальным этапом ликвидации необходимо сделать финальную сверку и получить справку об отсутствии задолженности. Эту справку не обязательно сдавать вместе с пакетом документов на ликвидацию в регистрирующий орган, потому что налоговая все равно будет делать запрос в пенсионный фонд и в территориальную налоговую для того, чтобы узнать, есть или нет задолженность у данной компании, можем ли мы ее закрыть. Соответственно, если справка об отсутствии задолженности отрицательная, значит, мы можем подавать финальный комплект документов на закрытие компании. Итак, общим собранием участников принимается решение об утверждении ликвидационного баланса и о закрытии компании. Данное решение вместе с ликвидационным балансом и заявлением по форме 16.201 подается в регистрирующий орган. Кроме того, в регистрирующий орган подается пошлина в размере 800 рублей за ликвидацию компании. Данная пошлина не уплачивается в том случае, если документы предоставляются в регистрирующий орган электронно. Заявителем при данном виде регистрации является все тот же ликвидатор. На пятый рабочий день мы получаем лист записи о прекращении деятельности юридическим лицом. Кроме того, выдается уведомление о снятии с учета в территориальной налоговой инспекции юридического лица. Все, процедура ликвидации завершена, ваша компания закрыта. Но своим долгом я считаю напомнить о том, что законом предусмотрена налоговая проверка в том случае, если компания находится в стадии ликвидации или реорганизации. Вероятность данной проверки зависит от ряда факторов. От деятельности, которую вела компания, то есть это достаточно солидный налогоплательщик, у которого было много сомнительных контрагентов или подозрительных контрагентов. Это местонахождение налогоплательщика, то есть регион, загруженность налоговых инспекций здесь также влияет на вероятность проверки. Ну и, соответственно, загруженность персонала территориальной налоговой инспекции, где состоит на учете налогоплательщик, ликвидированное юридическое лицо, также влияет на вероятность проверки. То есть надо взвесить все вот эти вот обстоятельства и прийти к выводу, будут вас проверять, не будут, какова вероятность. Если вы боитесь налоговых проверок, соответственно, можно повременить с ликвидацией. Если они вас не смущают, то вы можете смело начинать ликвидацию своей компании. Ускорить процесс можно только тем, если у вас замечательный бухгалтер, который в период ликвидации задает отчетность в своевременные сроки, следует рекомендациям юристов в период ликвидации, то есть все предусматривает, все делает своевременно. Соответственно, ваша компания будет закрыта не позднее трех с половиной месяцев с момента начала процедуры ликвидации. Я рекомендую все-таки обращаться к юристам, это во-первых. А второе, сейчас у нас прогресс, в частности, электронный документооборот не стоит на месте. Я рекомендую, чтобы все юридические лица, точнее участники компании, которые приняли решение о закрытии своей организации, прибегали к помощи электронного документооборота. То есть, если мы делаем ключ, электронную цифровую подпись на ликвидатора после начала процедуры ликвидации, поверьте мне, что процедура будет гораздо быстрее, без лишних походов к нотариусу, регистрирующий орган не придется есть. У нас есть отдельное видео на оформление электронной цифровой подписи, это очень просто, удобно и быстро. То есть, электронное взаимодействие с регистрирующим органом упрощает процедуру ликвидации, упрощает жизнь участникам ликвидатора. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Обращайтесь в нашу компанию за закрытием своей организации, мы будем рады вам помочь. Всего вам доброго!